Итак, всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Нейзи, и сегодня мы поиграем в одну игрушку, которая называется Conan Day One. Купил я её в стиме, вообще игра давнишняя, но как бы полная версия вышла совсем три дня назад, то есть вот. Едем мы на какой-то машине, тут нам что-то рассказывается, вот. И это какой-то Chevrolet 90-х, я не знаю, что это за машина точно, но по-моему это Chevrolet, не? О, там написано Chevrolet, реально, стоп. Так, окей, нам передали управление, так что давайте поедем. Так, поезд там уехал, вот. Так, я подкрутил все настройки, чтобы не так громко было, поэтому, вот, поехали дальше на машине нашей... Так, что это? Turn-off. А как использовать на E? Я не знаю, что это я включил. А, это магнитол, окей. Ну давайте пока что без музычки поедем. Это что? Кстати, а где отражатели? Окей, ладно, а их нету? Так, он сам паркуется у нас, главный герой. Графика тут просто офигительная, я вам скажу. The Rest-Up. И что нам тут надо делать? В этой игрульке... Здесь нам нужно что-то расследовать, как я понял, потому что... А, до этого нужно было вроде как расследовать что-то, я не помню. Так вот. Эм... Здесь будет хорошо, окей. Давайте прочтем что там. А, вот. А, тут написано на иностранном языке, непривычный нам. Вот. Ну, я английский как бы более-менее знаю, а тут на каком-то тарабарском написано. Ладно, я не знаю. Так, закроем за собой дверочку, пожалуй. И надо как-то... Вход себе, да? Сломать, окей. У нас нету с вами инструментов, поэтому я думаю на вот этой вышечке что-нибудь добудет у нас интересненького. Так вот, главный герой что-то говорит, но... Я... Я его не слушаю. Вот в этом минус, поэтому... Блин. Это реально минус. Тут ящик какой-то. Да, и тут есть кусачки. Вообще, все возьму, что мне пригодится. Какие-то зажигательные фигни были. Ладно, окей. Давайте вернемся обратно туда и посмотрим, куда эта дорога ведет после открывания. Да, реально Chevrolet, смотрите. Я, то есть, был прав. Ну, как бы форма похожая. То есть, как бы они все штампуют такие тачки. Ну, в 90-х. В 90-х такие вот пикапы любили мацать Chevrolet. Так. Ну-ка, давай. Чего? Он их перерезал. Ладно, перерезали мы с вами эту дверку. Это невидимый... Невидимый призрак ее сам открыл нам. Как перед Владимиром Путиным. Ворота. Вот. И поехали. Давай, давай, давай. То есть, есть шифт, типа, ускорение или что-то типа того? Бардачки у нас ничего, я думаю, нету. Ну, туда, потому что залезть нельзя. Я думаю, он вообще не открывается. И вот, пожалуйста. Кстати, я вот... А, не, он жмет на педали, смотрите. Давайте, вот, поедем вот дальше, посмотрим, что там у нас по сюжету дальше. Вот. Нет, графика тут просто божественная. Просто красивая. Знаете, она что-то вот типа Лонг Дарка, но только немножечко реалистичней. То есть, как бы, если бы в Лонг Дарке была бы не зима, а вот какая-то осень, что ли, то вот примерно так же бы все выглядело, думаю. Вот. Слева лес какой-то? Ну, это даже роща, а не лес, я бы сказал. Какой-то мост. Окей, давайте проедем. Вот давайте просто посмотрим, вот сколько может наша шевролет выжать. А. Это как-то сцена запустила. Ой-ой-ой-ой-ой! Твою мать! Придурочный! Блять. Вот мы с вами разбились. Все, конец игры. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Оставляйте хорошие комментарии. А, нет, ладно. Пять часов спустя. Давай посмотрим, что случилось пять часов спустя. Тук-тук. Да, и конечно, чем-то похожее на мой сериал Лонг Дарк в Майнкрафте, так же главный герой врезался у нас. И тут все, это, очнулся он. Вот. Очнулся он в снегу. Да, теперь это Лонг Дарк Кона. Кона, знаете, раньше было название Кона Дэй Ван, а теперь просто Кона. Окей, давай посмотрим. Как главный герой это зовут? Вот мне хотелось бы узнать. Давайте проверим вот эту машинку. Значит, я думаю, тут время уже сколько-то прошло, раз. Он лежит здесь. Че это? Локет Айронбокс я нашел. Фотографию какую-то. Так, читать ее нельзя. Ладно, фиг с ней. А, нет, там что-то можно было прочитать. Ну ладно, я думаю, вам это не интересно, поэтому... Вот, потому что никто не любит, вот, когда читают текст, что-то вот волынет, волынет. Ой-ой-ой-ой, я замерзаю. Сейчас, надо вылезти отсюда, а то что-то у меня, это, замерзание идет. Че? Эхинис и хил. Черт. Окей. Значит, мне надо куда-то идти, да, раз я замерзаю. Окей, надо тогда побежать. Вот, давайте вот в это домишко забежим, вот вы видите, по краям уже это. Я-то в одежде не зимний, а весенний, поэтому я замёрзну на раз-два. Так, чё это у нас тут такое? Файерстартер какой-то, цепь, как Файнер Бигфут. Примерно такие же там были. И печка, буржуйка какая-то. Ну, только та кругленькая немного. Так, чё-то у нас тут... А, типа где мы были? Вот, ну да, чё-то типа расследование здесь. Если вам понравится данная игра, я могу в неё... ой, поиграть. Так, а мне чего-то тут не хватает. Полены. Ну и где я вам полены найду? Вы чё, издеваетесь? Дайте пилу хотя бы, или что-то... Пойду добуду я полены вам. Когда вы под стрессом, там чё-то... Лес. Лес. Окей. Давайте выйдем. Чё, керосин не будем тратить? Выйдем немножечко. Может, найдём какую-нибудь полены? Во, вот это можно выдернуть? Куда ты сел читать? Холод тут, а он читать сел. Так, чуваки, надо вот раздобыть вот этот вот поленца. Отлично. Так и знал. Ну, потому что рядом с домишками такие полены лежат. Давай, закрывайся. Вот, и давайте разложём с вами кострище. Кострище. Костерок. И погреем попчан свой. Ух ты, тут шкура какая-то. Какая-то волка. Не знаю точно. Ну вот, мы согрелись. И надо нам двигаться дальше. Посмотреть, что тут вообще есть. Что эта игра из себя представляет. Тут есть фотик какой-то. Так. Зум-ин. Да, тут можно приближать. Ну, давайте покажется, почитаем, что у нас тут есть. Кизовандализм. А, что-то с вандализмом связанное. Что-то. Окей. Фото. Тёлки той. Он уже зарисовать всё успел. Ё-моё. Вот бы мне так успевать всё. Бежишь по дороге, рисуешь всё. Так, что тут можно взять ещё? Ну, в принципе, мы отогрелись, поэтому... Чё, пускай работает наша... Это... Г-г-горелка. Фу, горелка. Это буржуйка наша, печка. Отойдем. Так вот. Давайте посмотрим, что у нас там дальше будет. Вот на вот этой вышечке. То есть, просто сбегаем туда, облутаем и обратно сбежим. Не, игра мне, честно, нравится. То есть, это прям лонгдарк какой-то. Тут, как я видел, по скриншотам есть... Есть волки всякие, прочая фигня. Вот. Даже следы остаются. Классно. Так вот, куда бы нам бежать дальше? Куда бежать? Потому что я чё-то... По-по-по камням, шо ли, лезть? Потому что если по камням лезть, то ты чё, больной, шо ли? Не знаю, куда дальше лезть нам. Но морозиться тоже, как бы, не особо хочется. Надо дальше, думаю, пробежать. Потому что... На вышке чё-то ничего нету, а... В, так сказать, в Хмарте тоже не очень хочется. Хмара, если что, это... Мгла вот такая. Да-да-да, окей-окей. Надо найти заброшенный гараж, говорит наш главный герой. Я не знаю, как тебя зовут, брательник. Измени... Ну, напишите в комментарии, кто знает, как звать нашего главного героя. Ну, давайте я буду его звать Михалыч. Потому что он, ну, реально... Михалыч какой-то, у него голос такой... Как, как, бля... Какого-то... Это... Егеря. Так вот. О, здесь тоже можно. Давайте сюда тоже полено положим. А-а-а, это... Раступим тут всё вокруг. И нормально будет. Во. Отлично, всё. От костра теперь мозг работает. Теперь можем по улице бегать, и ничего нам не будет. Это что там такое? Ага, улики. Значит, если тут есть шины, значит, тут есть гараж. Так, лопата. Можно что-то раскопать, не? Окей, давайте. Не, одно полено нам всё равно не помешает. Не помешает с собой таскать поленца. Давайте посмотрим, что у нас тут вообще имеется. Ничего. Это что, какой-то деревенский гироскутер или что? Тут это... А нету деревенского вейпа там? Через соломинку там дышать. Не? Окей. Надо, значит, дальше тут побегать и найти, как он сказал, наш Михалыч, заброшенный гараж. Потому что абанды, наверное, с героичей переводится как заброшенный гараж, как я знаю. Или нет? Какой флаг. А, понятно. Так вот. Нам надо куда-то бежать, а куда, не знаю, наверное, надо вот на том деревенском гироскутере поехать куда-нибудь. вот, то есть... Вот, костер и нормально. Окей, вот я, короче, решил пойти обратно к нашей тачке. Что, она работает? Офигеть. Да ну нафиг. Она реально работает, чуваки. Ну, погодите, депозит, что туда положить? Фаерстартер. Ну-ка, давайте фаерстартер туда положим. Ведра. А, отсюда можно взять фаерстартер. А зачем? Типа, мы на ней ездили? Карл is in bad shape. He needs to heal. Чё, машину Карл зовут? Так. He needs to heal. His wants... Ага, понятно. Понятно. То есть машина ещё рабочая. Отлично. Так. Ну, может, мы можем сигами её угостить там. Вот. Это, спичку ей положить, чтобы смогла развести там в себя. Полено там, чтобы... Вот. А, чё, давайте всё, положим туда. Оно-то нам нафиг здесь не нужно. Полароид фильм. Так. Вот. Ну что, заводю? Как так-то? Так, слушай ты, ну-ка открывайся. Чё у тебя есть? Ничего нет в этой машине. А тут... Смысл ли, это... Опа! А вон аптечечка. Так. Ну-ка давай, Карл. Ща будем мы с тобой лечиться. Всё. Если даже главный герой Карл зовут, то... Карл, ну ё-моё, какой Карл? Из The Walking Dead, что ли, этот... Мальчонка? Окей, я припёрся в эту избушечку и... Думаю... Тут можно как-то похилиться, не? Так, ну-ка. Инвентари. Так. Всё могу сделать, кроме того, как похилиться. Ё-моё. Чё, ну это как бы... Всё похилился? Отлично. Давайте побежим к машине. И, собственно, я... Это... Сейчас побежим к машине вот с... Сопрём ещё одно дерево. И побежим, как настоящий д-др-дриворуб. Так, вот, я у машинки. Карл стак... Да ладно, серьёзно? И... И... И твилл нот мув визаут хэлп. Конечно, и твилл нот мув мув. А ты чё думал? Мув, он говорит. Визаут хэлп. Ты офигел? Так, я чё-то на колесо прицепил и залез в тачку. Так, давайте попробуем. Во! Отлично! Во! А то не хотел... Ехать. Всё, Карл, поехали. Ну, так как я Карла машиной называю, а не нашего чувака, то вот... Наш чувак Михалыч, ещё бы не говорила игра... Михалыч, всё. Михалыч на Карле... Ну, вот, Шевролет Карлу на одну буковку начинается. Так, радио давайте включим. Ну, не очень-то и хотелось, на самом деле. Так вот. Игра прикольная. Long Dark, так сказать, на... новом движке. Unity 3D. Да, эта игра сделана на Unity 3D. Вот. Кто говорит, что Unity говно, а не движок, вот, пожалуйста, выпусти. Отличный движок. Давайте вот так руку, как гэнстер, положим и будем ехать. Ой-ё-ё-ё-ё-ёй. Вол, как гэнстер, говорю. Так. Сколько эта машина вообще втопить может? Только максимум 40 километров в час? Почему у неё тогда спидомер-то... Господи, я заговариваюсь уже. Так вот, собственно, игра 10 из 10. Наш главный герой Михалыч. Ну, блядь, его не Михалыч зовут, но вы поняли. Вот. Он охуенный пацан. Так что? Так, что-то у меня залагало. А, это как Half-Life на новый ловак переходит. Вот. Если хотите ещё эту игру, ставьте, конечно же, лайк. Вот. В стиле Зимана буду говорить. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А наберём миллион лайков. Если не наберём миллион лайков, то всё. То всё. Значит, блядь, мы не выпустим вторую стиль. Так вот. Из-за General Store. Ну, зайдём в магаз, купим чё-нибудь. И я закончу видосик. Так вот. Что это у нас? Ой. Нет, не зайдём в магаз. Значит, обкарадём его. Если у нас тут все сдохли, то, конечно же, зачем? А, да-да-да, просто спит. Просто спит. И его кто-то тут ручкой ещё так мацнул. А на попе у неё нет, так попе. Ну, ладно. Ну, собственно, магаз в моём распоряжении, чуваки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Понравилась игра? Пишите в комментарии. Давайте продолжение. Я спасу вот этого вот чувака. Хотя, не, я его пледиком лучше укрою. И пускай он лежит дальше. Он настолько настороженный, что с открытыми глазами спит. Но я-то тихий, тихий прям. Вот прям, вот, 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 вот. Я его пинаю прям под сорокотан. Так вот. Я всё высказал. Не набираем. Не играем. Пока. А я ему пока что вот сказку, карту покажу. Вот.